Приветствую вас, я думаю, что сам ваш вопрос поставлен не совсем корректно, потому что вы спрашиваете, как поступают психически здоровые люди в вашем случае, психически здоровые женщины, точнее, вот, ну, уместнее было бы сказать, люди всё-таки не женщины, наверное, вот, но, понимаете, это означает, что вы себя считаете психически нездоровыми. Раз вы не понимаете, вот, если вы психически нездоровые, то, ну, соответственно, вам нужно лечиться. Я полагаю, что это не очень приятная перспектива, я полагаю, что вы не считаете себя психически нездоровым, вот, а, соответственно, наличие психологических проблем у человека, ну, не делает его больным, не делает его психически нездоровым, поэтому вопрос поставлен здесь некорректным. Также некорректно поставлен вопрос относительно того, как поступают женщины в вашем случае. Ответ кроется в том, что вы пишете в моем случае. Вот, в вашем случае, лично в вашем случае, женщины не поступают никак, потому что в вашем случае, оказывается, только вы. И здесь идёт некая такая обесценка, что ли, самой себя, обесценка, что ли, своей уникальности, своей индивидуальности, ситуации в этом. Что, как мне видится, может быть достаточно серьёзные проблемы при условии, при условии, если у вас это получает, ну, какое-то развитие, да, какое-то влияние. Дальше, вы пишете о том, стоит ли прощать сумму в тысячу долларов человеку, при условии, что вы не хотите больше с ним взаимодействовать, а если эту сумму ждать, то вы придёте с ним общаться. Честно говоря, есть ряд нюансов. Для начала, напрямую, с суммой не связанных. Для чего общаться с человеком? Для чего общаться с должником? Чтобы он вернул вам долг. После этого он вам должен, он вам должен вернуться деньги и вне зависимости от того, общаетесь вы или нет. Если у вас есть доказательства, если у вас есть подтверждение этому, того, что вы давали ему в долг, то можно, в принципе, с этим и вступайте. Вот. Ну да, вы говорите, что сумма для вас не критичная, но, тем не менее. То есть я не очень понимаю, зачем общаться с должником, да. Если у вас есть ощущение, что человек не вернёт вам долг, при условии, что вы с ним не будете общаться, то он, скорее всего, вам не вернёт долг и так. А будет использовать его, как раз таки, для удержания вас рядом с собой. Поскольку вы говорите, что ему удобно с вами встречаться для сетев. Поэтому здесь как-то вот тоже не очень понятно. Эмм... И... По факту... Вы ответили на свой вопрос, вы сказали, что сумма не критичная. Раз сумма не критичная, значит долг просить можно. Если вы считаете, что сумма не критичная. Там ещё никакие деньги не стоят того, что вы, условно говоря, испытываете дискомфорт с человеком. Но! У этого есть одно но. Дело в том, что вы встречались с ним для секса, чтобы, как вы пишете, почувствовать свою значимость, свою нужность и, возможно, вернуть отношения. И... Вот этот момент... В купе с тем, что... Вы... Обесцениваете свою индивидуальную... Свою уникальную ситуацию. В купе с тем, что вы... Ставите... Под сомнение свою способность решить эту ситуацию. Если вы спрашиваете по факту совета у незнакомых людей, как вам поступить. Это неуверенность в себе, да? Вот. Вы не относите себя к психически здоровым людям. Всё это в купе позволяет говорить о том, что есть у вас некоторые личностные проблемы. Проблемы той же самооценки. Проблемы той же значимости. Которую вы пытаетесь компенсировать через... Такие вот достаточно... Жертвенные... Элементы поведения. Вот. Проблемы построения отношений. Потому что у вас не сложились отношения с мужчиной. Вы расстались. Вероятно, вас это в какой-то степени травмировало. В какой-то степени вам это тяжело, неприятно. Вот. И, соответственно, тоже является негативным фактором. То есть, все эти вещи, в принципе, ну, наверное, стоит подкорректировать. Вот. Понимаете, у людей есть принципы. Вот именно принципы. Принципы, ну, это вообще принцип считается... Что такое? Принципы, это основополагающие начало. Да? Принцип правенства, принцип справедливости, там, и так далее. Но... Вот. В жизни у людей принципы проявляются в виде определенных правил. Которые в какой-то степени этих людей характеризуют. Любая характеризация, конечно, ведет к косности. Но это уже детали. И... Если для вас возряд долга является принципом. И вы чувствуете, что будете жалеть, например. Если... Вам эти деньги не вернутся, потому что все-таки речь идет о деньгах. И это не 100 рублей. То, наверное, все-таки лучше поставить четкую-четкую позицию. Мышине. Что... Так и так. Общаться мы с тобой больше не будем и расстаемся. Но... Долг ты мне вернешь. Например. Вот. Но тут, конечно, есть нюансы. Потому что мне кажется, что... Мышина, он... Вами манипулирует, либо манипулирует, либо использует. И... Начнем с того, что вы с ним не расстались. Еще, еще и... Как мне кажется, история с долгом, ваша подсознательная, вероятно, попытка все-таки найти оправдание для того, чтобы оставаться с ним в отношениях. Ибо не хочется вам эти отношения все же завершать. Вот. И... Я сейчас, может быть, покажусь достаточно таким... Категоричным, я бы не хотел, чтобы именно такое у вас впечатление обо мне сложилось. Но... В данном случае... Я опираюсь на свой опыт... Психо... Психологического консультирования и на свои знания. Вот. Что... Позволяет мне сделать предположение, что... Желай, вы... На самом деле с человеком расстаться. И придя к этому, вы бы расстали. При условии, что... А... Не критичность... А... Денег, как бы, ну, намекают, намекают, что оно... Если сумма не критичная, я... Ее можно оставить. Вот. Вы будете давно принять решение. А так, получается, вы сомневаетесь. И... Эти сомнения, вот, кратко-таки, в контексте тех вещей, которые вы описали, они... Эти сомнения... Связаны, вот, с тем... С тем, о чем я говорю. По большому счету. Дальше. Эээ... Воспринять, как опыт. Эээ... Интересно. Звучит здорово. Но... Выглядит, как рационализация. Просто попытка рационализации. Потому что опыт, все-таки, он... Более естественен. Он более... Эмоционально окрашен. Вот. На мой взгляд. А... Вы говорите... Вы, по сути, говорите, на мой взгляд, про... Ну, про попытку... Объяснить... Про попытку объяснить... То, что... Ну... Вы решили... Что-то поступить. Тем или иным образом. Вот. На мой взгляд, это... Такой элемент... Самообмана. Вот. Ну, могу, опять же... Быть неправ. Вот. На этом все. Я надеюсь... Что мой ответ был вам полезен. Я вам желаю сход самого доброго. Что с другого. Поехали. Сегодня я попробую Flint на 200 рубах.